К другим темам. В Санкт-Петербурге при апархиальном отделе религиозного образования и катехизации на протяжении пяти лет ведет свою деятельность образовательно-просветительский проект «Благовещение». На днях он отметил свой первый юбилей. За пять лет более ста жительниц города получили знания об основах православия, церковных праздниках и традициях христианского благочестия. О том, как изменилась жизнь некоторых из них, в следующем сюжете. В храме священно-мученика митрополита Серафима Петроградского при апархиальном отделе религиозного образования и катехизации праздничный молебен. Сегодня здесь объединились в общей молитве участницы и преподавательницы проекта «Благовещение». За богослужением поет любительский хор слушательниц проекта. Возглавил благодарственный молебен и иеромонах Феодосий Желновачев. От лица ректора Духовной академии архиепископа Петерговского Амвросия отец Феодосий зачитал поздравительный адрес. Владыка отметил, что эти курсы делают многих женщин чище, нравственней, образованней. Благодарственные письма за успешное сотрудничество и творческое отношение к работе были вручены преподавателям и самым активным учащимся проекта. Мы уже в течение пяти лет занимаемся женщинами самого разного возраста. К нам приходят и молодые девушки, студентки, к нам приходят и женщины среднего возраста, и мамы, и жены, и бабушки, и одинокие женщины, и пенсионерки. С самого разного возраста приходят женщины и все находят в наших занятиях что-то для своей души. Самое главное, какую мы ставим цель, это сделать женщин христианками, верующими людьми, те, которые будут осознанно веровать, ходить в храм сознательно, молиться с благоговением, участвовать в церковных таинствах, то есть совершать свое спасение. Но также они будут нести свет веры. На праздничном молебне и Анна Малахова. Девушка одна из самых первых выпускниц проекта. Медицинская сестра, она не понаслышке знает о милосердии. Говорит, несмотря на то, что закончила курсы пять лет назад, благодаря им в жизни изменилось многое. Внутреннее состояние, оно меняется в процессе узнавания чего-то нового, более духовного, церковного. Очень много людей стало знакомых, которые, можно сказать, в чем-то помогли в жизни, более церковной, так скажем. Духовный мир меняется, когда ты начинаешь общаться с людьми такими духовными. Хочешь изменить мир, измени себя, гласит народная мудрость. Юлия решила последовать этому совету и начала с себя. Проект Благовещения ей в этом очень помог, признается девушка. За два года я стала, как мне кажется, спокойнее, увереннее. Я стала лучше понимать вообще саму себя, лучше понимать вообще то, что со мной происходит, чего я вообще хочу от жизни. Мы все тут объединены какой-то желанием узнать что-то о Боге, о нашей вере. Это, конечно, вдохновляло и поддерживало. Конечно, возникают какие-то сомнения на протяжении двух лет. Ты начинаешь колебаться, но вот эта атмосфера, она поддерживает. И дает очень мощный стимул, хочется развиваться дальше и дальше. Далее торжество продолжилось в той самой аудитории, где пять лет назад начал свою деятельность. Проект Благовещения. За чаепитием в тесном кругу собрались единомышленницы, преподаватели и учащиеся. Девушки и женщины разного возраста и профессий. Которые объединены стремлением познавать, хранить и утверждать всей своей жизнью спасительную православную веру, творить добро, нести окружающим мир и любовь.